Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике Очень многодетной мамы Не прошло и нескольких дней Как мы пересадили нашего бройлера в клеточку Клеточка это вообще для перепелок Рассчитана, по-моему, на 10 перепелок Но она мне очень нравится для выращивания вот таких маленьких цыпочек В принципе, вот если трех брать цыплят Как я это делала изначально То они тут помещаются чуть ли не до забоя Потому что, ну, в месяц бройлер может весить, конечно, и полтора килограмма, и два килограмма Но они не очень все равно крупные Поэтому они тут хорошо умещаются Вот, сейчас у меня их тут шесть И что я вижу? В общем, самое интересное, это, конечно, наблюдать за ростом Чешский коп, коп 500, желтенький цыплята Очень быстро начинает набирать массу Я вижу, как у них уже животик так округлился Пёрышки появляются Они очень активные, крупные И хорошо обгоняют, видно, что хорошо обгоняют цветного бройлера Цветной бройлер мне вообще напоминает какую-то обычную курицу То есть, обычные цыплята куриные, они приблизительно такого же размера Сейчас я вместе с вами уберусь в клеточки Покажу вам, как она устроена Водичку, видите, я им все-таки ставлю вот в такой тарелочке Потому что им привычно пить из тарелочки А вот эти вот ниппельные поилки, которые здесь есть Они, конечно, удобны с одной стороны Там капельная, такой... Ай! Жуть какая! Монстры какие-то охотятся Там как рукомойник, знаете То есть, капелька капает, и все Так, не убегай, мы тебя еще не взвесили, подожди Ну, неделя не прошла Но мне все равно так интересно и не терпится Давайте посмотрим Хоть неделя и не прошла, но уж очень хочется посмотреть динамику Ой, ой, ой 113 Был 60 Так, иди 90 И вот черненького еще Оп! 62 61 Ну, понятно, да Конечно, я торопыга Мне надо дождаться недельного возраста Тогда сравнивать Ну, в принципе, уже даже сейчас достаточно хорошо видно Что в два раза больше Ну, по крайней мере, в полтора точно Ой! Так, короче, как мы убираемся? Ну, во-первых, вот Нужно проверять обязательно кормушка Есть ли там какашки или нет Выгребать, смотреть Вот тут есть какашка Вот, поэтому Проверять воду Лучше вообще два раза в день Так, вы меня, наверное, съедите сейчас просто Какие-то Ага, льется Вот, видно, что льется Как рукомойничек Это внизу каплю-уловитель Но мне почему-то кажется Что эта вот поилка Она более удобна Когда Когда уже подрощенные Но висит у нас еще лампочка над ними И от этой трубочки идет Ну, трубочка идет к контейнеру Контейнер стоит Трехлитровый На подоконнике И, в общем, водичка спускается По мере надобности Тут, значит, у нас Ой, мамочки Слушайте, вы какие-то это Орлы Орлы Вы не цыплята Вы нападаете Идите отсюда Идите, 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 идите Вот, короче Тут, значит, поддончик Сейчас мы его вытащим Конечно, одной рукой неудобно Работать Но что не сделаешь Ради своих подписчиков Вот так вот Какашечки собираются Это за сутки Я даже еще пока Один раз в день убираюсь Пока они маленькие Они не пахнут Так, сейчас Мы это все На сжигание Газетку собрали Убрали И чистенько опять постелили Во Так, кажись, все Я просону сейчас им водичку Водичка свежая Только-только меняла Так В общем, котенок У нас уже живет вторую неделю Маленький совсем Чуть больше месяца Вот это девочка И вот она тут поселилась Тоже рядышком с красной лампой Видимо, ей здесь И тепло, и уютно И плюс еще цыплят ее развлекают По поводу того, как она с ними дружит И взаимодействует Ну, конечно, с кошками надо быть аккуратными Я понимаю Но так она забавно лежит на клетке И наблюдает за ними А сейчас вот цыплят к ней пришли Она спала Не ожидала Ну, давайте посмотрим Как эта дружба у них складывается Получится у них дружить Или не получится Под моим присмотром Оп Так Так Ага Что-то схватили Уже накакали здесь на пол Ой, какие потягушечки Так, сбежал Сбежал в поддон цыпленок Оп Второй тоже сбежал Так, что делает кошка Смотрим внимательно Ага Готовится, по-моему К охоте Вообще В коробке почему еще неудобно держать Потому что и дети могут залезть В любой момент Маленькие И кошка может залезть к ним Что она, в принципе, и делала Поэтому коробка Это прям первые три дня Потом надо обязательно Насечь чатый пол Во-первых, очень удобно убираться То есть, вот, пожалуйста Все какашки проваливаются Цыплята сухие Сеточка здесь мелкая Поэтому им ходить удобно Ноги не проваливаются Ой, да давай уже Что-нибудь делай Вся обзевалась Дымка, дымка Мы ее назвали, дымка Оп Куда У нас сейчас получается Один цыпленок остался С котенком Остальных я посадила В клетку Дверца эта не закрывается На крючочек Поэтому тут Сделана такая кормушка Вообще, она, эта кормушка Рассчитана для перепелов Что они головкой здесь Своей кушают Корм Но я пока ее просто Как задвижка делаю Потом тоже могу Сюда насыпать Пока мне нравится Вот как они из этой едят Так, что там происходит Происходит там следующее Цыпленок ходит По выдвижному Вот этому лотку А котенок Не хочет с ним играть Он хочет лежать Вон на солнышке Греться Киса Ай, киса Нет, не понимает Еще не понимает Да С цыплятками, конечно, интересно Водичку Водичку я стараюсь Очень часто менять Потому что они Иногда своими лапками Залезают Иногда на клювики У них что-то налипает Поэтому нужно Следить за гигиеной Мне кажется Это вот основа здоровья Для такой птицы И думаю Многие из вас знают Что бройлер Это гибридная птица Ее нельзя вывезти дома Нельзя вывезти Таких цыплят От курицы Вот Поэтому Они немножко Ну все равно Как бы другие Скажем так Это не совсем та курица Которую мы привыкли В обычном понимании Во-первых Бройлер очень быстро растет У него генетический Такой потенциал роста Что Конечно Ни одно животное Ни одна птица Нормальная Так не растет Можно сказать Генно-модифицированная Курица Так Малыш там потерялся Уже переживает Что один остался Без своих сородичей Котенок его не интересует Котик тоже И с ним не играет Сейчас буду доставать Наверное Все Осталось Так сказать Убраться рядышком И все у нас будет опять чистенько И хорошо Не, ну конечно За порядком надо следить Вокруг Вокруг клетки В клетке Кто отменял Как говорится Сейчас вот тоже Читаю комментарии Под видео Где только-только Опубликовала Что купила бройлера И люди конечно Удивлены Таким подходом Но мне самой Даже знаете Как сказать Необычно То что я рекомендую Заводить не 20 Не 30 Не 100 Бройлеров А 3-5 Как я это делаю Почему странно Ну потому что Люди пишут Говорят Мол Какая разница 5 штук держать Или 50 штук держать Нет Разница капитальная 50 штук Это свихнешься Как они едят Много Сколько они гадят И сколько они места требуют Для своего содержания Все-таки 5 штучек держать На кухне Не знаю Там на подоконнике Или там на полу Как я Гораздо комфортнее Я говорю А начать можно вообще С 3 штучек Они вас будут радовать Радовать вашего взгляда Вот Еще был комментарий Тоже достаточно забавно Мне было его тоже прочитать Что мол Такого количества бройлеров Это на один раз В нашей семье покушать Ну Один не один Двух-трех куриц За раз съесть Вы знаете Ну да У нас конечно много Но у нас же дети Потому что Дети не едят Так как взрослые В принципе Двух кур хватает Для того Чтобы покушать Так я говорила о том Что нужно брать С небольшим интервалом То есть Вот сейчас им будет 2-3 недели И надо брать опять суточных Чтобы корочка Как бы все время Была на подходе То есть И потом опять Мы не питаемся Наша семья Не питается сугубо Куриным мясом Я бы даже сказала Что это для нас Уже стало деликатесом Мы редко Ну во-первых Мы не покупаем куриц Мы кушаем своих Вот Но не сушек Забивать на мясо Жалко Это уж какой-нибудь Только уже наверное Годовалую курочку Которая плохо несется И то это Курица идет на суп А вот бройлеры Бройлеры Это все-таки Ну это на моем Чисто энтузиазме Все держится Потому что Не хватает у нас Селенок Не хватает времени Содержать птицу Казалось бы Ничего сложного Но тем не менее Мне вот Мне лично сложно Учитывая сколько у нас коров Сколько у нас свиней Коз И так далее Поэтому У нас основное блюдо Это все-таки Мясо свинины Потому что Забил один раз И 100 килограмм Вон затарил В две морозилки И живи спокойно Как говорится Потом Мы конечно же Употребляем В пищу яйца И употребляем В пищу рыбу Которую нам К сожалению Приходится покупать Вот А курочку Вот так вот Вырастить свою Собственную Вот Мне под силу Только вот В таком количестве Поэтому Употребляем Употребляем К вопросу Происхождение Этой курицы А в дальнейшем Курица Курица Допустим Выращенная От начала До забоя На таком корме То есть Я уверена Что за Еще три недели До забоя Вся химия Вся химия Из этих цыплят Выйдет Я же не собираюсь Сейчас его забивать И кушать Да Там еще кушать Вообще нечего Похоже Наша кошечка Тоже решила взвеситься Залезла в лоточек И смотрит Когда же Скажет хозяйка Сколько она весит Да Зайка Ты какая игривая Какая же ты игривая Ой Я не могу Только не надо Меня кусать И царапать Я этого не люблю Да Давай тебя покатаю Во как Мы тебя взгромоздим Точно На этом Дорогие друзья Хочу с вами Попрощаться Не забудьте Нам поставить лайки Они нам очень нужны Вот такой большой Хороший Жирный лайк Поставили Все кто посмотрел Большое вам спасибо На этом Всего доброго И пока 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 Ну помаши ручкой Вот Вот Давай Пока Говорит Пока